есть такая идея у меня то есть раздет меча идет не просто дальше ближе исходя из того каким местом пойдет на вот эти ролики но еще и отправлю то есть вот люфт в той трубе вот внутри не знаю видно честно бед белая белый трубе не находится мяч все-таки достаточный люфт чтобы он куда-то улетал я хочу сегодня замерить попробовать если такая возможность есть приклеиваться с боков белой трубы там внутри да чтобы как бы мяч заходил с меньшим люфтом и попадал на эти валики более точно вот сегодня попробую что-то с этим сделать лет нужно будет размонтировать и убрать вот эту вот серую трубу но по-любому будут эту головку менять писали новую то есть размонтировать вот эти вот и начать как бы замерять эту трубу чё к чему она там чтобы знать что мы с этим делать снял но это вещь вы на заключение сейчас буду замерять диаметр этой трубы диаметр меча я знаю 40 и посмотрим что из этого можно как бы сделать ну вот ставлю мячик на 40 точно на 40 миллиметра то есть это андро игровой андро вот ставлю его на 40 он притормаживает ставлю его на 41 когда-то проходит когда-то притормаживает ставлю его на 42 два проходит про других мечей то это 42 можно поймать в этой трубе зазор сделать пришлось сажать целую систему чтобы аккуратно и точно поставить вот эти две штучки такие внутри фольги туда пришлось уже целую систему сейчас вот на это наклею такую вот с чертой плашку чтобы точно за втором посадите когда наклею уже намажу клиенту 88 и здесь делаю вот эти вот маленькие штучки здесь скотч на клею до чтобы они держались уже будет заводить туда и потом прижиму пальцем потому что иначе очень трудно неудобно там маленькая расцена неудобно работать я не вижу когда будет ну что вы мяч равномерность их и уходил тоже желательно заходил бог с ним но вот выходил чтобы равноверно они заканчивались по для этого приходится рожать как вот такую систему иначе 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 трудновато все там сделать то есть это будет заводом где-то начинается захват мяча и еще блеха будет идти ну вот это вот эти штучки еще будут сопровождать мяч примерно сантиметр да когда он же будет идти по этим роликом ну не получится как бы оторвать и да вот эти штуки можно я думаю все таки я уменьшу вот этот люфт который сейчас есть данный момент вы можете получится уменьшить вот сейчас буду ставить аккуратно 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 такude ну да Вот так. И второе. Оторвало, нужно будет стоять так просто. Оторвало. 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 Может даже надо будет приклеить что-то еще. Потому что небольшой люфт. В районе миллиметра где-то. В районе миллиметра. Ну вот попробовал вот эти тренировочные шары. Они как бы... Люфт у них довольно-таки большой. Миллиметр у нас большой миллиметр. Попробовал вот эти вот как бы... Вот эти вот игровые. У них люфт гораздо меньше. Вроде получилось. Не с первого раза, но... Получилось. Вот они там. Железочки. Будем надеяться, что пройдет все это дело. Действительно получается, что вот этот вот мячик, который... Тренировочный. Он меньше немножко диаметром. Тот, который играл чуть побольше. Сорока. И... То, что чуть побольше. Ну, в принципе, там какие-то десятки, может, свободного люфта еще есть. Так. Все плотненько, в принципе, постоит. Вот. Новая панелька эта. Сейчас буду пробовать ее поставить за место вот этой старой, разбитой. В общем, передо мной стоило ряд задач. Вот. У этого ствола, да, есть дырки. Одна вот здесь вот. Вторая. Вот. И на этот ствол жестко насаживается вот эта вот труба. Вот это вот. Пламя-гаситель назовем его так. Насаживается он довольно-таки жестко, тяжело. Здесь дырок нет. Мне нужно было из этой изнутри оставить метки вот на этой трубе, чтобы потом можно было просверлить. Я когда надел, да, вот ее вот так, надел более-менее ровно, выровнял эти колесики перпендикулярно вот этой плоскости, да. Надел довольно-таки глубоко конкретно надел. Тяжело снимается. Пришлось потом как бы ломать карандаш, да, брать грифель и вот плоскогубцами туда завести и вот там вводить по внутреннему отверстию, да, вот по отверстию вот в этом белом стволе, да, чтобы он оставил отпечаток здесь, вот на внутренней стороне. Потом пришлось накалять гвоздь, да, и этим гвоздем как бы продырявлять изнутри, так как у меня метки уже здесь были в этой трубе, да, продырявлять изнутри, чтобы вышли наружу. Сейчас осталось проследить, я не знаю, вот здесь вот видно, нет, вот, вот одна, вот она. И вот вторая получилась. Вот вторая. Сейчас уже легче, сейчас уже просверлю, трехпериметровым сверлом надену и закручу. Ну вот вроде сделал, вот эти шурупы вот поставил. Сначала здесь тройку, простил, попробовал вернуть, нет, не получается. Потом вот три с половиной, и туда уже пошло. Ну и здесь тоже, вот здесь шуруп. То есть вот так вот уже завтра буду пробовать как, что получилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА